Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 16 февраля По народному месяцу слову Симеон и Анна Починки По одному из славянских календарей сегодня день Кикиморы В этот день христиане чтят память святых Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, Первый век У южных славян первые три дня февраля, Трифонов день, Сретенье, Починки считались рубежом между зимой и весной Слово «починки» родилось из обычая начинать подготовку лошадиной сбруи – ездовой и пахотной Следуя поговорке «Готовь сани летом, а телегу зимой» деревенские хозяева сразу после Сретенской оттепели с утра пораньше Принимались за ремонт летней сбруи и сельскохозяйственного инвентаря Отсюда и пошли названия этого дня – Починки по сахе поминки Работали дружно, находя посильное дело и для малых, и для старых В починке дед встает чуть свет, чинит сбрую летнюю, да саху столетнюю Да и хозяйки в это время без дела не сидели, стирали, перебирали вещи в сундуках, чинили порванную за зиму одежду А кое-кто уже к огородно-полевым работам готовился Отремонтированную упряжь не без гордости вывешивали на видном для деревенских месте Мы, мол, к пахоте и севу готовы А потом с легким сердцем отправлялись по избам Где хозяйки к этому времени успевали столы накрыть, чтобы накормить своих работящих мужиков особым лакомым блюдом Саламатой – жидкой пшенной кашей с салом или маслом Причем в некоторых российских губерниях так назывался сладкий мучной кисель Саламатой звалась добная лепешка на сметане А жители северных областей считали саламат рыбным блюдом, готовя его из икры, молоки и печени Саламатой угощались и за погодой не забывали наблюдать, а потому примечали Если на починке снег валит хлопьями, лето будет дождливым Боробьи чирикуют громко В этот день существовало поверье, что домовой именно в починке в полночь тревожит лошадей и может загнать их насмерть Но это ошибочное мнение, потому как домовой – хорошему хозяину помощник, а никак не враг А иначе для чего бы домового в новый дом и старого переносили в совочки с углем от старой печи? Домовой – оберег для дома и никак не нечистая сила Вот она-то наверняка и вредит людям Или же хозяин плохо оказался? Что вы об этом думаете? А вот чтобы нечисть не шалила, надо бы в мире и в ладу с домовым жить Он ведь в хозяйстве старший надо всеми служебными духами и знает, как отвадить непрошенных гостей Кстати, о незваных гостях Кроме домового, рядом с нами могут жить и другие существа из Навьева, потустороннего мира Это Кикимора И как раз сегодня, 16 февраля, ее день Кикимора имеет много имен Кикимора, Кукимора Кикиморка, Шишимора и другие Одно это уже говорит о том, как часто люди о ней вспоминают Когда Кикимора болотная живет на природе, ведет себя озорно, но по-доброму А бывает так, что привлеченная негативными эмоциями Болотная Кикимора тайком пробирается в человеческое жилище Причем сначала обживается рядом А потом Шмык прямо в дом, если обереговой силы на нем нет Поселяется как мышка, за печкой, под полом, на чердаке Днем прячется, выходит ночью Шумит, возится, подпрыгивает, топает Досаждает хозяевам своей возней Посуду бьет А еще появляются в доме мокрые пятна, неизвестно откуда Не болотная ли Кикимора прижилась? Иногда она сильно мучает хозяйских козочек, выстригая у них шерсть Кикиморка не может устоять перед рукодельем Подбирается ночью к вышивкам, которые хозяйка не убрала И начинает что-то сшить, вышивать, не может остановиться А шьет-то бедняжка плохо, ее стежки неравномерные, кривые Так что от Кикиморы рубахи не дождешься, говорит русская пословица Есть много мнений, как выглядит Кикимора Одни рассказывали, что это безобразные малютки У которых голова с наперсток, а туловище тонкое, как соломинка Они могут становиться невидимыми, умеют быстро бегать Другие – это смешная маленькая скрюченная старушка, одетая в лохмотья Или – это дева с распущенными волосами, не одетая или в рубахе Бывают даже и такие, что похожи на свинью, собаку или утку По народным поверьям, именно 16 февраля, когда Кикиморка становится смирной и послушной, ее можно выгнать из дома Если совсем уж измучила своими шалостями Говорят, помогает куриный бог Камень черного цвета, размером примерно с яйцо и природным отверстием Целое горлышко от разбитого кувшина И поношенный лапоть Кикимора боится можжевельника Поэтому, чтобы ее прогнать, надо помести можжевеловым веником, приговаривая Ах ты, гой еси, Кикимора домовая Выходи из моего дома скорее Но в народе, говорят, любовь и женское великодушие Может делать чудеса и даже изменить поведение Кикиморы Которая станет незримой помощницей в домашнем хозяйстве Ведь с Кикиморой можно даже разговаривать, задавать вопросы Она отвечает стуком в случае согласия Ведь дом – это территория творения женщины Она сотворяет это пространство таким, как хочет она Закладывая в него нужные ей энергии Этой силой наделила ее природа Задача женщины в отношении дома Создать такую атмосферу, в которой ее родные будут отдыхать душой Напитываться энергией для жизненных свершений Ведающей, любящей женщине подвластны все уровни мироздания В том числе и такие, которые приходят к нам в виде домашних духов Удачи во всех благих и созидательных деяниях в семье вашей, славяне! Братья-месяцы Субтитры создавал DimaTorzok